Приветище! 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 Это Юниверсим, и мы продолжаем вести наше поселение Нагитов к цивилизованному миру. На данный момент они стремятся сейчас из каменного века к средневековью, и скоро это случится. Но нужно потерпеть. Что у нас по улучшениям? Давай сейчас заглянем, вспомним, на чем мы остановились. Мы остановились на том, что нам нужно расширить кладбище, а для этого нам необходимо было кое-что изучить. Где кладбище у нас? О, на кладбище призраки летают. Все, испарилось оно куда-то. Здесь у нас сколько уже? 4, 5, 6 умерших, но они скоро исчезнут. Не страшно, кладбище постепенно очищается и заново заполняется. Значит, чтобы улучшить кладбище, нам необходимо похоронные практики улучшить. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы наше кладбище имело больше влияния на поселение. То есть, видишь, где зеленый круг кончается, это значит, что влияния тут оно не имеет, и здесь наши гробовщики не ходят и не собирают трупы. Что очень плохо, потому что трупы начинают гнить в поселении и заражать живых. А мне этого совсем не нужно. Так же, так же, так же в прошлой серии мы построили здесь охотничье бюро. У нас теперь есть охотники, которые ловят зайцев. Где-то тут мы поставили ловушечку небольшую, но что-то я ее не вижу. Видимо, ее еще не сделали. Нагит верит, что вы существуете с тяжелым сердцем. Мы прощаемся с еще одним чуваком, который собирал нам еду. Кто это у нас? Чуфесла. Чуфесла, ну имечко. Четверо детей было 46 лет. Что ж, так как здесь никого у нас нет из гробовщиков, придется самому все это забрать. Ага, народ испугался, что божья рука прикоснулась к мертвому. Кидаем его сюда. Кстати, если я с высока закину, что-нибудь с ним будет? Нифига себе, как он плюхнулся с такой высоты. Конечно, это как-то непочтенно я его захоронил, но ничего страшного. Так же, через 2 минуты 20 секунд у нас начнется война. Кто-то с кем-то будет воевать, вот это вот поселение. Вода — это жизнь, а сейчас воды нет. Вы знаете, что это означает? Нехватка воды начинает у многих нагитов падать на строение, творец. Падает настолько, что они валяются на земле. Да с чего ли тут у меня закончилась вода? Я тут три резерва сделал. А, они осушены конкретно. Ёлки-палки. А этот что не качает? Тут у нас все качается. Ну, тогда призовем дождь. Очень плохо, конечно, что я им буду сейчас помогать, но без меня они не справятся. Дождь, дождь, дождь. Где у нас тут дождь? Это купол, он нам не нужен сейчас. Вот. Поехали призывать дождик. Я думаю, так будет получше. Резервуары вроде водой набираются. И сейчас еще подниму настроение народу. Вот так-то лучше. Что у нас теперь в резервуарах? Есть по чуть-чуть водички. Нормально живем. Возвращаемся к нашей войне. Точнее, не к нашей, а я еще не знаю, с кем они собрались воевать. Вот это поселение. У нас же получается три поселения сейчас на планете есть. Это наши. Вот этих вот чуваков, которые поклоняются смерти. И поселение Геры. Вот. Солнечное такое, приятное. Если они будут воевать между друг другом, то как бы я вмешиваться не буду. И шибко-то мне нечем вмешиваться, кроме как моей божественной силой. Две секунды и смотрим, на кого же они пойдут. Побирайте свои пушистые тапочки. Пришло лето. Это здорово. Пока что мы в безопасности. Мерин призывает мистические силы против других изгоев. Где они призывают? Все-таки они сюда напали. Они нападают на это поселение. Ух ты, зомбари появились. Это реально зомби? Ничего себе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и кстати, даже если бы я сильно захотел призвать свои божественные силы, купол бы защитил их. Мои силы не могут пробиться через этот купол. Ничего себе. Что он натворил? Жесть. Как вообще такую возможность, чтобы призвать зомби? Откуда? У них даже кладбища еще нету. Как-то... Ну, может, я сейчас попробую, конечно, помочь. Что-что-что. Отправился в мир иной. Из-за преклонного возраста вы только что обрели больше верующих. На черный рынок что-то приехало. Здание жилое опять разваливается. Да подождите вы с этим. Тут зомбари бегают. Вот я беру молнию. Вроде бы они сами уже справились с этими зомбарями, пока я там читал и готовился молнией шандарахнуть. Да уж. Вот это да. Геология. Следование завершено. Возвращаемся домой. Заметил, что мое колесо можно вроде бы как апгрейдить. Необходимы ресурсы, доска и кирпич. Почему бы и не сделать это? Улучшаем. Пришло время задуматься об обновлении построек. Они стали выглядеть печально. Да, было бы неплохо уже эволюционировать. Например, сейчас у меня идет исследование похоронной практики. А дальше для средневековья нам нужно улучшить, например, добыча полезных ископаемых. Дальше стеклодувное дело. Вот, кстати, еще вот это вот, я думаю, обувь. Смотри, плюс 5 к скорости передвижения даст. А выносливость на 15% повышает выносливость нагит. Ну, я бы обувь, если честно, придумал, изобрел бы. Пора, я думаю. Ну, так что вот обувь. А еще же нам нужна экология. Точно. Поскольку у нас заводы же теперь есть, которые производят кирпич и дерево. Без экологии нам дальше будет сложно. Я также могу апгрейдить наш медцентр. А, здесь нужно железо. Что ж, попробуем что-нибудь придумать. У меня тут наверняка уже что-то открылось новенькое. Школа! Пожалуйста. Повышает уровень счастья и снижает уровень преступности. Школу я бы построил где-нибудь вот тут, вот рядом с инженерами, чтобы они чинили ее вовремя. И у нас еще кто-то умер. Так, сейчас я со школой разберусь сперва. Можно ли ее тут как-нибудь воткнуть аккуратненько? Что-то не получается. Поэтому... Может быть, вот здесь тут народу так много ходит? Школу рядом. Прямо посреди дороги, да? Это не очень хорошо. Давай вот так вот. А там же заводы. Рядом с заводом школу строят. Не, давай вот тут вот. Вот тут вот. Это слишком далековато, конечно, от инженеров. Блин, я даже не знаю, что. Придется инженеров где-то рядышком еще строить. По-любому. Тогда давай школу где-то здесь. Отличная полянка. Вот так-то. А у нас прямо здесь, прямо возле воды, умер Дел Бамбу. 44 года, 5 детей у него. Надо срочно забирать от воды, вытаскивать его. Он тащил последние ресурсы своей жизни, чтобы апгрейдить водяное колесо. И мы с почестями его хороним. Водяной насос у нас достроен. Благодаря Дел Бамбу. Эти знаники, кажется, чувствуют себя хорошо. Возможно, у соседа трава действительно зеленее. Но вообще, я к соседу прибыл для того, чтобы поторговать с ним. Мне нужны кирпичи. Да не простые кирпичи, а даже слитки, я бы сказал. Для моей клиники. Сейчас я посмотрю, что именно там нужно. А, железо. Блин. А железа, скорее всего, ни у кого нету. Может быть, к тем, кто смерти поклоняется, загонять. Я с ними не очень хочу торговать, конечно. Но, походу, придется. Поскольку... Да, у них железа нет. Тут что у нас с обычный камень? Ребят, у вас есть железо? Очень нужно железо. Нет. И у них железа нет. Ясно, я понял. Похоронная практика у нас исследована. И сейчас мы начнем апгрейд нашего кладбища. Заодно закинем сюда одного бедолагу. Кирпичи и доски. Отлично, улучшаем. У нас, кстати, достроилась школа. Теперь у меня учатся детишки там. Будут образованными. Молодцы. Какая у них доска интересная. В школах также устраняются многие негативные, отличительные черты наггетов. Ух ты, у нас новые соседи завелись. Ничего ж себе. И кто же от нас ушел? Как тебя зовут? Покажите нам. Окни. Оковай. Добыча полезных ископаемых исследована. Вот этот вот чувачок от нас ушел. И еще женщину какую-то с собой привел. Он нейтральный. И учитывая, что он такой весь травянистый, я думаю, что мы будем с ними хорошими соседями. И, кстати, он недалеко от нас тут. Вот наше кладбище, а вот они. Совсем рядышком будут с нами жить прям конкретные соседушки. Кладбище полностью готово. Они достроили все это дело. И у нас появилась камера крематорга. То есть тут можем мы сжигать наггетов наших. Все остальное, в принципе, так же. Ничего здесь, кроме вот этого погребального огня, ничего не изменилось. Здесь больше места, возможно, стало, да. И хочу теперь посмотреть. На паузу сейчас поставлю. Куча всего повылазила. Расширилась ли область нашего кладбища? Нет. Не так уж и сильно. Придется еще одно кладбище строить. Скорее всего, где-то вот здесь. Но тут школа. Не хотелось бы. Очень не хотелось. Тогда, наверное, где-то тут вот. Да. Вот здесь вот кладбище одно организуем. Рядышком с заводом. Да. Если мы тут поставим кладбище, то оно покроет весь город. Помимо... Нет, не весь. Ладно. Решено. Кладбище будет у нас тут. Рядом с заводами и черным рынком. Не очень хорошее место, но больше кладбища некуда воткнуть. Так что... Пускай будет тут. Вот так. Помимо этого, у нас появились фермы. Нужно их где-то организовать. Я думаю, было бы неплохо, если бы ферма у нас была рядом со школой. Отличное местечко вот тут вот. У нас есть возможность построить железный рудник, чтобы добывать железные слитки. И вот это число 815 показывает количество ресурсов в данной области. Чем больше это значение, тем для нас лучше. Но, к сожалению, на горе мы не сможем построить рудник. Поэтому надо немножечко опускаться. Вот тут вот отличное место. На самом-то деле. А прям совсем наверху возможно это сделать? Нет, совсем наверху не получится. Поэтому ставим рудник с другими заводами. Тут вот рядышком. Но газ нам сейчас не сильно-то и нужен. Поэтому не будем торопиться, поскольку мы знаем, что заводы снижают уровень счастья. И повышают уровень преступности. А чтобы нам как-то сбалансировать, мы попробуем поставить вот такой местный бизнес. Он повышает уровень счастья. Я так полагаю, это какой-то мини-рынок, что ли. И было бы неплохо поставить это все где-то вот тут вот. Нет. Давай мы вот тут вот это все дело поставим. Прям напротив нашей защитной вышки. И еще одно такое же я хочу построить у нас где-нибудь в центре. Может быть даже вот тут вот. Вот так. Помимо этого было бы неплохо построить аллею античности рядом со школой. Чтобы даже может быть вот здесь вот. Она отлично впишется. Вот. А рядом с детишками, рядом со школой, я бы построил вот такую вот штуку, чтобы им тут было хорошо. Что касается инженеров. Их нужно больше. Смотрим, где у нас инженеры пересекаются. То есть вот тут вот если я построю, будет самое оно. И еще одну инженерейку вот тут вот надо построить. Чтобы она захватывала еще и школу. И рудники. То есть как-то вот так. Опачки. У нас тут что-то приключилось. Давай посмотрим, что случилось. О, великий. В недрах проснулся ужас. Огромные щупальцы. Похожие на лиану. Вырвалось из-под земли. Это неизвестное жуткое чудище нападает на нас и затаскивает жертв под землю. Помоги нам нанести удар по чудищу. И тогда мы сможем изучить ситуацию подробнее. Твой покорный слуга. Ну, я думаю, что да, да, да. Мы поможем, конечно же, по-любому. Где эти щупальцы? Покажите мне. Вон он. Нифига себе. Ты видел Нагита? Она реально Нагитов жрет. Офигеть. Вон вылазит. Жесть. Чё за дичь? Это ж сколько? Ушёл. Один товарищ на их и лупит прямо конкретно. Ну всё, пришло время тебя сразить молнией. Правда, я могу поджечь это всё дело. Может быть огонь? Давай огонь. Вижу, вам нравится играть с огнём, творец. Так, оно горит, но Нагита всё равно лупит. Давай ещё гори. Надо чё-нибудь посерьёзнее. Огонь не помогает. Давай вот этот. Может, метеорит помбанём? Я метеорит никогда не юзывал. Давай метеорит на ней ошлёпнём. О, у метеорита покрытие очень большое. Я боюсь, что я полпоселения своего разнесу. Так. Оно чё-то скрылось и не вылазит больше. Может быть, мы его затопим как-нибудь. Да, я думаю, что надо потопить это всё дело. А то лес горит. Это мне не на руку. У меня тут ещё постройки рядышком. Вот, пускай там водичка. Ну, оно куда-то ушло, но... Уверен, что оно вылезет ещё. Насаждение леса. Может, я чё-нибудь тут посадить попробую? Нет. Это плохая идея. Чё бы нам сделать? Торнадо могу... Ну, это такое. Землетрясение. Поможет нам. Но боюсь, что землетрясение так же может и моё поселение затронуть. Ладно, пока что оно не вылазит и как бы ок. У меня 20 минут на устранение вот этого вот чудища. Надо забрать вот этого чувачка. Который... О, оно снова вылезло. Оно снова вылезло. Подождите, 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 подождите. Надо его шандарахнуть, короче. Шандарахнуть. Молнией. Получай. Скрылась. Но пока она скрылась, я предлагаю утащить мертвеца. Пришло время прокачать нашу цивилизацию. В плане экологии. Дальше. Пирология. Что это? Огонь был той искрой, с которой всё началось. Открывает пожарную станцию. Пригодится. Карьеры. Каменоломни обеспечивают нагетом постоянный приток камня. Так что запас камня вам гарантирован. Пригодится. Дальше. Нефтяная вышка. И, наконец-то, электричество. Подобрались уже к Средневековью. Хотя в Средневековье, по-моему, не было электричества. Но у нас будет. А я продолжаю следить за этой лианой. Что-то она оттуда не хочет вылазить пока что. Но ей совсем чуть-чуть осталось. Скоро я её... Готово! Наконец-то я её грохнул. Всё. Больше она отсюда не должна вылезти. В этой норе жил ужасный монстр. Теперь здесь пусто. Но ужасная вонь отсюда доносится до всех уголков цивилизации. Со смертью монстра появились новые возможности. Скоро нагеты смогут искать новые приключения в недрах планеты. Исследуйте пелеологию, чтобы построить экспедиционный лагерь. Ух ты! А где он у нас? Вот она! Пелеология! Нужно! А ещё же математику надо прокачать, чтобы инженеров улучшить. Блин! Пропустил я эти моменты. Поэтому мы немножечко подождём с нефтевышкой и электричеством. Прокачиваем математику и пелеологию. Итак, проверяем то, что мы построили. Что-то у меня тут кто-то ноет. Рудник, который добывает железо, имеется. Уже вовсю работает. Там у кого-то что-то сломано. У кого там что-то сломано? Я не вижу отсюда. Теперь давай вернёмся сюда и спросим, что случилось. Творец, ты сделал это! Твои божественные силы уничтожили ту зловещую щупальцу. Ты спас нас от уничтожения. О, и есть ещё что-то. Когда щупальца рассыпалась, она открыла таинственный подземный проход. Интересно, творец, куда она ведёт? Откройте экспедиционный лагерь и разбейте его над ямой. Да я уже работаю над этим, не переживай. Хватит ныть. Чё из-за этого ныть, не понимаю. Чё у нас по воде? С водой у нас могут быть сложности, потому что зима и всё замёрзло. Вроде бы пока норм. Пока держимся. А, знаешь чё, у нас 16 минут осталось до того, чтобы экспедицию открыть. Поэтому нужно немножечко тут кое-что подправить. Значит, вот это потом, это потом. Пирология потом. Математика потом. Вот, спелеология сперва. Потом математика. Экология. Карьера. И пирология. Ух ты. Это чё у нас тут в медцентре? Оно улучшилось у нас? Нет, тут до сих пор железа нет. Но у нас есть теперь рудник и скоро железо будет. Но вот про ванну я вот впервые вижу, что оно у нас есть. Скорее всего тут травы варят. Это не совсем ванна. Давай я посмотрю. О! Ничего себе, всё развалилось. Железо притащили. У нас теперь новый медицинский центр будет. Ну, шикарно. Наконец-то у нас достроилось кладбище. Это здорово. И у нас новые выборы. Пойдём посмотрим, какие кандидатуры у нас есть. Законопроект. Ускоренное обучение. Нагиты проводят меньше времени в школе, но учащаются травмы. Было уже такое правило безопасности. Нагиты реже получают травмы на 15%. Снижение стоимости материалов. А, ну, соответственно, наши здания будут быстрее ломаться. Нет, мне это не интересно. Короче, правило безопасности. Вот, я голосую за это. Понятно, почему он двигает законопроект безопасности. Потому что он в охранной башне работает. Так что неудивительно. Ра-ра-ра! Очень сложно передать громкость и ярость того боевого крика на письме. Но, думаю, смысл вам понятен. Ваша деревня и ваш так называемый бог – грязное понятие на этой планете. И мы собираемся провести генеральную уборку. Что не совсем правда, ведь будет сущий хаос. Наши копья остры. Тем не менее, учитывая, как давно мы живем рядом друг с другом, возможно, нам удастся заключить сделку за ваши жизни. Дайте нам то, что мы хотим, и мы вас не тронем. Седва сдерживаемой злостью другая деревня. Ах ты уродец какой, а! Но у него поселение всего в 30 человек. Я думаю, что я… Блин, он может зомбарей же на меня натравить. Он же поклоняется богу смерти. Блин, я хотел бы вначале отклонить, а думаю, может теперь принять все-таки. Но численность населения у меня в три раза больше, чем у него. Но моя цивилизация хочет, типа, принять их предложение. Типа, дать им то, что они хотят. Ну ладно, раз цивилизация решила, то тогда пусть будет по-ихнему. У нас изучилась палеология. А это говорит нам о том… А, подожди, надо водички наколдовать, а то у меня что-то засуха. Где вода, 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 вода? Вот. Вот так вот вам, ребята, воды. И на ферму тоже воды. У меня же ферма построилась. Вот такая вот фермочка моя хорошенькая. Польем тут хорошенечко водичкой. И резервуары, конечно же, заполним. Очень нам это надо. Новый лидер деревни. Ну что, празднуем, празднуем. Перверки, все дела, счастья. Гуляем. А я продолжаю работать. Мне нужно все-таки построить экспедиционный лагерь. Вот тут. Корень проблем. Решился. Товарец, ты действительно превзошел себя. С экспедиционным лагерем в процессе постройки я решил стать исследователем. Спасибо за все. Твоя божественная помощь не только спасла нас, но и изложила основу для захватывающих подземных приключений. Ты делаешь невозможное возможным. И я искренне благодарен. Искатель приключений. Ну, здорово. Чего, молодец. Он теперь вместо того, чтобы трудиться на заводе, будет исследователем. Это прям достойно. Очень круто. На ферме, оказывается, мы можем выбрать культуру, которую будем выращивать. Пацанский фрукт. А, и в принципе все. Все остальное у нас не открыто. Ну, что делать? Пацанский фрукт тогда будем выращивать. Раз такие дела. В этом биоме данная культура будет менее плодородна. Выбрать другую культуру. Да у нас больше ничего нету. Выращиваем пацанский фрукт. Новая пища. Дорогой творец, мы снова и снова выращиваем одно и то же. И это уже надоело. Нельзя сделать фруктовый салат из одного вида фруктов. А поедание столь большого количества кроводиарейных фруктов вызывает у всех неблагоприятные эффекты. Должны существовать и другие растительные культуры, которые мы могли бы попробовать. Если ты слышишь меня, прошу, помоги нам найти что-нибудь невероятно вкусное и относительно безопасное для употребления в пище. Соберите новые растительные культуры и принесите их на ферму с помощью способностей Творца Телекинеза. Окей, нет проблем. Пронесем. Пойду, полетаю, пособираю вот это вот у нас. Что это такое у нас? Драконье яйцо. Это еда, между прочим. Давай соберем. Вот так вот. Пожалуйста. Парк Бастиона Изобилия открыт у нас. Новая пища. Что, все, я все сделал? О, отлично. Закончили. Это изумительное открытие меня немного оглушило. Его название – «Падение с неба». Но легкая головная боль небольшая цена за такой потрясающий новый фрукт. Он обладает божественным вкусом, поэтому мне кажется, что его внешний вид не был простым совпадением. Не знаю, поверят ли мне остальные, но я обязательно скажу им, что ты приложил к этому руку. Надеюсь, мы найдем еще больше подобных плодов. Вот и здорово. Мне даже далеко ходить не нужно было. Тут вот еще что-то у нас растет. Смертоцвет – это травы. Это нам не сильно нужно. О, соседи у меня поклоняются богу торнадо, что ли? Ничего себе, как они тут уже расстроились. А, погоди, бог грома! Вот эти вот перья. Это на бога грома похоже очень-то даже. Ну, здорово еще. Может, у них тор когда-нибудь родится? А тут у нас что? О, нифига себе, у нас тут пол леса выгорело. Но это не я виноват. Это кто-то. Точно не я. Дьяволов салат травы. Это нам неинтересно. Пацанский фрукт тоже у нас имеется. Здравушка малина. Вот, новое что-то нашел. Забираем. Теперь у нас на ферме будет кое-что новое. Вот так-то. Вот тут вот я хочу еще колесо построить. Было бы здорово. А то с водой как-то грустно у нас. Экспедиционный лагерь завершен. Покажите мне. О, сюда нужно роботика назначить. Где этот работник, который хотел быть исследователем? Что, хлеб с водой нужно. Приправа. В отряде нет наггетов. Наймите их. Ну, сейчас наймем. Можно нанять, смотри, образованных и необразованных. Давай тогда три образованных. Вот. И необразованных. Я не знаю, сколько мы их наймем. Вот так вот, наверное, штук. Ну, семь. Ладно. Это максимум, что... Математика исследована. Отлично. Также нужно еды сюда добавить. Вот еды. Предотвращает смерть. Вот это тоже нужно добавить. И, конечно же, молоток с веревкой. Вот как-то так. Все. Все добавил. Надеюсь, этого хватит. Опять нет воды. Да что ж такое-то? Да что ж такое-то? Нужен дождь. Нужен дождь. Здесь. И здесь. Опаньки. Посмотри, кто к нам тут пришел. Опять вот эти чувачки. И я знаю, что мы будем с ними делать. Конечно же, пополнять мою ману. Лети сюда. Ты тоже иди ко мне. Вот так вот. Ой, как хорошо-то. Вам получилось попасть в немилость деревни изгоя. Так а что это они ко мне приходят-то сюда, вон, толпами? Враждебные они теперь мне. Вот так-то. Ну что ж, будем воевать. Рекомендую вам не губить своих поданных. Это ужасная растрата ценнейшего ресурса. Так это не мои поданные. Разве они ко мне пришли? Че они вот? Вот это вот он враждебный. Че я его буду... Иди сюда. Я его сюда вот отправлю. Вот так-то. Че они приходят и матерятся у меня в деревне? Я этого не потерплю. Наш медицинский центр теперь выглядит вот как. Очень интересно. Навес появился небольшой. Тут уже кого-то лечат. Вон, больные пришли. Колодец огромный. Для лекарств, видимо. Ну и печка, конечно же. Чтобы сжигать там тех, кого уже не вылечишь. Наверное. Также мы можем теперь прокачать наши инженерные здания. Чем я сейчас и займусь. Блин, короче, когда я в прошлый раз собрал экспедицию, нужно было нажать кнопку «Отправить экспедицию». А я забыл это сделать, и у меня пропали все ресурсы и все по ходу. Поэтому я собрал новую, и вот теперь мы ее отправляем. Во! Мне даже дали ачивочку. Ну здорово, экспедиция пошла. Они сейчас будут копаться к недру земли, я так понял. Можно разбить лагерь даже. Или посмотреть его. Восстановление морального духа группа. Свернуть лагерь. Давайте, идите, вы только что вышли. Рано вам отдыхать еще. С такой скоростью размножения наггеты могут стать моей новой любимой формой бактерии. Ну да, у нас уже 96 наггетов в поселении. Зашел к исследователям и написано последние новости. В последнее время нам не очень везет. Запасы провизии сократились на 3 единицы. Моральный дух упал на 5. Образованных наггетов устало 1. Окей, давай тогда лагерь разобьем. Они действительно продвинулись, они уже вот где. Молодцы. Покормим ребяточек. И они снова обдвинулись в путь. У нас тут новое жилище начали строить. Похоже на многоквартирные дома. Если раньше было одно жилое помещение, потом 2, потом 3, теперь уже 4. Давай зайдем в гости, посмотрим как... Ооо, тут студия какая-то совсем маленькая. Печка и даже кровати по-моему нет. Вот, гамак один на двоих. Печально, ребят, печально у вас тут. Ну что, ребят, как исследования проходят? Найдено предметов 5 штук. Нифига себе, что вы там нашли? Эпический вечный двигатель. Да вы что, артефакты какие-то. Вот такие вот яйца какие-то нашли. Молодцы, молодцы, ничего не скажешь. Можете отдохнуть, отдохните, ребята. Группа возвращается. Что у нас там случилось? Вы использовали половину своего запаса, провизии. Группа повернет обратно через день. Давай лагерь и кормить. Вот, кормить. Я же успел. И вылечить я бы нажал. Что-то я не понял. Давай еще раз лагерь и вот вылечить еще им. Да, только так вот. Вроде бы все, они должны продолжить. Свой путь, надеясь на это. У нас открылись новые здания. Это, что у нас? Каменоломня. Куда бы ее поставить? Что-то у нас там группа возвращается. Ну, пускай уже возвращается. Они надоели, блин. Все, ноет и ноет. Что-то у них не так. Каменоломня, где же тебя поставить-то, блин? Конечно, я бы ее где-нибудь вот тут вот оставил. Отличное место тут было только что. Тысяча. Во. Вот тут-то я ее и поставлю. Каменоломню. А, ну она тут что-то... Во. Построилась. Палки и камни могут ломать кости. Или их можно использовать для постройки фермы. И поскольку у нас пирология открылась, у нас теперь есть пожарная часть. Это здорово. Пожарную часть. Я, если честно, даже не представляю, куда ее... Куда ее поставить. Пока что у нас пожаров не было. Поэтому пока не буду торопиться. Надо бы исследование придумать, что дальше качать. Значит, у нас сейчас напитная вышка качается. Дальше электричество. Ах, да, обувь. Обязательно обувь. Давай мы ее сделаем. Антисептик. Плюс 5 к продолжительности жизни нагетов. Почему бы и нет? Качаем его еще. Ну, а дальше тут у нас уже открывается средневековье. Для его прокачки нам нужно ответить на молитву на голы Тесла. Как это сделать? Что это на голы Тесла? А, электричество исследовать. Ну, в процессе исследуется. Значит, экспедиция у меня вернулась. В последнее время она мне очень везет. Да, я отстань уже. А, нет, они только идут назад. Блин, чуть-чуть вот не докопались вот сюда вот поглубже. Ну, ладно, они и так достаточно нашли. В следующий раз я отправлю их с большим количеством провизии. И побольше образованных еще туда запущу. С ними куда быстрее будут идти исследования. На ферме у нас уже прорастают ростки пацанского фрукта. Прямо такие деревья. У нас будет в изобилии этой еды просто капец как. Что тут, как поселение геры поживает? Они же теперь на нас обиделись, потому что я парочку их поселенцев в мясорубку запустил. Хочешь поторговать? У меня тут древесины в изобилии. Вот я тебе три штучки. Ну, ладно, давай с двадцаточку дам. Ну, ладно, я не буду так уж прям. Пятьдесят вот. А ты мне ничего. И вот просто так. Деревья изгоев вас считает своего рода знакомым. О, все, мы теперь дружим. Всего пятьдесят дерева я ему подарил, и все. Они уже не враждебны для меня. Нейтральны. Ну, здорово, что. Надо будет побольше поторговать со всеми, чтобы никто на меня не нападал. Хотя, пусть только попробуют. Так вот, что нынче считается исследованием. Кто-то просто взял горсть грязи и решил нарисовать первое, что пришло ему в голову. На самом деле, это не худшая идея. Вы открыли нефть. Ну, круто. Теперь у нас электричество качается. И мы скоро перейдем в каменный... А, в средневековье. Каменный-то у нас сейчас. Посмотрим, что там по нефти. Вот она, нефть. Также снижает уровень счастья и повышает уровень преступности. Кстати, даже несмотря на то, что я в мясорубку пускал не своих нагетов, тем не менее, они потихонечку начали меня бояться. Но, в большей степени, они меня любят. Идем смотреть, что там у нас исследователи привезли. Закончить экспедицию. Нажимаем. И на этом как бы все, да? Я думал, там праздник какой-нибудь будет. Еще что? Но не шиша. Вот они, наши исследователи пришли. Довольные. С кучей груза. Газ принесли. Ну, молодцы, что? Молодцы. В следующий раз я... У меня 10 образованных теперь есть. Вот их-то мы и направим. Но весной. Последователи ложного бога императора смерти... Че они хотят-то? Опять на кого-то напасть, что ли? Электричество! Юху! Мы открыли его. И у меня тут золотое письмо пришло. Просьба изобретателя. У Нагалы Теслы для вас важное сообщение. Ну-ка, дорогой творец. Делая это, я сомневаюсь в собственном взрывомыслии. Но мне нужно попросить тебя об одной услуге. Связано с технологией, которая станет основанием для идей ближайших столетий. Я работаю над устройством для хранения электроэнергии. Но найти необходимые для него компоненты довольно трудно. Нужно еще лишь три компонента. И я прошу тебя о помощи в их поиске. Они обладают природной способностью притягивать молнии. Поэтому нужно искать клубы дыма. Так уж совпало, что для питания готового устройства также потребуется энергия молнии. Постройте батарею. А как я ее построю, расскажите. Чтобы помочь Нагалы Теслы, найти три механических компонента на поверхности планеты. И верните их к батарее с помощью телекинеза. А, ищите клубы дыма. Когда это будет сделано, вы сможете запустить устройство, ударив по нему способностью творца электролизации. Вся проблема в том, что я даже не знаю, как еще батарею сделать. Или я ее уже могу сделать. Ну-ка. А, вот она, батарея появилась. Эффективно хранит избыточную энергию. И куда же мы ее поставим, эту батарейку? Я бы ее в центре где-нибудь воткнул. Было бы круто. У нас бы в центре батарея висела. Так, так, так. Это кто у нас? Нагала Тесла, что ли? Электричеством он у него. Стой, подожди, подожди, отмени. Ты Нагала Тесла? Да, это Нагала Тесла, обалдеть. Он вот так вот подсвечивается. Круто. Но я хотел еще, сейчас на паузу все поставлю. Парки, посмотри, что у меня тут по паркам. Ух ты, красивые какие парки у нас с прудом. Тут с фонтаном. Ничего себе, ребята, молодцы. Окей, теперь строим батарею. Единственное, понять бы, куда ее затолкать. Куда бы затолкать батарейку? Нагала Тесла, где твоя хата? Я рядом с хатой бы построил тебе батарею, но... А вот тут вот, тут никак. В центре места нет. Все, капец. Теперь только окраины, да? А вот тут вот можно, слушай. Рядом с водой плохая, конечно, идея, но ничего. Рядом с водой у нас будет электроэнергия. Как-нибудь тут поаккуратнее поставить, чтобы еще что-нибудь сюда воткнуть. Вот. Есть батарейка у нас, строится. Теперь нужно найти клубни дыма и там собирать три механических каких-то штуки. О, новое письмо. Дорогой товарец, делая это, я сомневаюсь. Найдите и получите редкие компоненты, исследуя места с клубами дыма. Вот такие вот штуки мне нужны механические. Окей. Погнали. Будем исследовать сейчас. Время пока что на паузе, и это хорошо. На паузе поищу сейчас это все. Клубни дыма. Смотрим, где они могут быть. Вот тут вот клубни дыма. Горит огонь. Может, тут что-то есть у нас? Пока ничего не вижу, если честно. Может быть, где-то тут? О! Гляди-ка! Нашел. Ну, это черепаха. Подожди, мне вот это вот нужно. Запускаем время. Берем телекинез. Стой, стой, телекинез. Вот такую штуку тащим домой. Вот сюда. Есть. Ищем еще две детали. Вот дым какой-то фиолетовый. Забираем. Готово. И последняя деталька осталась. Кажется, вот зеленый, смотри. Зеленый дым. Их тут несколько вообще. Они одинаковые? Или нет? Не знаю. Возьму вот это. И посмотрю, что тут. Что у нас тут? А, ну да. Они одинаковые. Точно такая же штука. Так что вот. Я все принес. Где батарейка-то у нас строится? Что-то я потерялся. Вот же. Нет, это не батарейка. А, вон туда мне. Это другой край деревни был. Блин. Запутался. Готово. И батарейку тут уже достроили. Ничего себе. Отлично сработано, творец. Ударьте по батарее молнии с помощью способности творца. Нет проблем. Сейчас сделаю. Ох, ох, ох. Я не вижу, чтобы я ударил. Я землетрясение запустил. Я совсем не то сделал. Блин, ребятки, держитесь. Держитесь. Случайно это сделал. А-а-а, как их потрясывает. Вон как они клубнями там падают. Умер, 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 умер наггет. Дети. Работа. На которой теперь нужно искать другого исполнителя. 5 очков творца. Тут, короче, попадали все в мясорубку. Ёлки-палки. Что я натворил вообще? Кто-то в воду попадал. Очень много кто погиб. Жесть. Нет, нет. Там опять кого-то распилило. Инопланетная тарелка прилетела еще. Черт подери. Так. Мне срочно. Почему, блин? Зачем такой значок сделали? На электричество похожий. Электричество, электричество, электричество. Стопэ. А так вот тебе. О, прямо на мою деревню упало. Все, с инопланетянами разобрались. Фух. Что там они? Что-то же привезли нам. Наверняка что-то там есть. Так, а я пойду пока молнии там шандарахну в эту батарейку наконец-то. Ой, а что тут происходит с водой? Что-то непонятное там происходит. Походу радиация. Обалдеть. Это радиация. Что я натворил? Ужас какой. Почему инопланетян так много? Еще один рядышком упадет сейчас. Хорош. Блин, жопа жопная. Править через страх и требовать жертвоприношения отличный способ заставить всех ненавидеть вас. Что прям? О, все. Меня теперь ненавидят. Допрыгался я. Население у меня там было 100 с чем-то человек, а теперь 92. Очень много кто. Теперь придется заслуживать уважения моих поселенцев, потому что они меня дико боятся. Не могу представить, зачем НЛО нужен один из наггетов. Где НЛО? Где, 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 где? Покажите мне НЛО. Я же вроде бы всех шандарахнул. Ладно, раз утащили, ну не страшно. Все равно я половину уже в жертву принес. Короче, я откатился назад, потому что это невыносимо. Я просрал доверие своих поселенцев, НЛО напали. И радиацией заразил все озеро. Ну как вообще так? Идиотски все получилось. Поэтому я заново встрою машину Теслы. И в этот раз молния. Где молния? Не запутаю все. Вот тут делаем. Готово, запустил. Просьба изобретателя. Вроде бы как все, все готово. Я бы нанес большой ущерб своей репутации ученого, если бы списал эти чудеса на простую случайность. Когда появились компоненты, я был шокирован. Причем не только из-за заряда, оставшегося на них после гроз. Когда я увидел разряд молнии с небес, почти все мои сомнения по поводу твоего существования рассеялись. Благодарю тебя от лица всех наггетов. Так, вступим же в это светлое новое будущее вместе. Спасибо. Теперь мы в Средневековье должны быть, да? Я не знаю, мы дошли до Средневековья? Нет еще. Кинетическая зарядка. Вот, сейчас мы будем ее... А, подожди. Осторожно. Выбрав один вариант, вы потеряете другие. А, нужно что-то выбрать одно. Есть, значит, ветровая энергия. Энергия ветра чистая. Однако, так как она зависит от погоды, она может быть немного взбалмошной. Открывает ветреную турбину. Кинетическая энергия. Преобразуйте движение в энергию. Запустите наггетов в хомящее колесо. И смотрите, как они мчатся. Прямо как на уроке физкультуры. Только намного веселее. Нет, это не интересно. Энергия сгорания. Перевратите взрывы в энергии. Ну, то есть, мы открыли нефтепродукты, правильно? И логичнее было бы вот эту вот энергию сгорания открыть. Или пойти более экологично и ветровую энергию делать. А нафига мы тогда нефтевышки открывали, правильно? Нефтевышки можно было не открывать и на ветровых генераторах вывозить. Но так как нефть мы прокачали, и нефтевышки у нас есть. Хотя, подожди, я же могу их не строить. Они как бы есть, но я их могу не строить. И это к лучшему, поэтому... Давай ветрогенераторы, короче. Всё, качаем их. Вы решили сохранить планету вместе с того, чтобы истощить все её ресурсы? Вижу, вы смотрите в будущее, даже если путь к нему окажется дольше. Ну, как бы да. Я решил выбрать экологический путь. О, снова тарелки появились. Сейчас я... Только не на школу. Ой, блин, вот это они упали. Ладно. Сейчас ещё одна тарелка должна прилететь. Ловим. А, вон она. Получила. Всё, я всех вроде бы... Вот, ещё одна. Нифига себе. Что за нападение НЛО? Видимо, они чухнули, что я начал в Средневековье перебираться своей цивилизацией. Ну что ж. На этой батареечной ноте, я думаю, что можно и закруглиться. Очень классные новости. То есть, в следующем видео, вот эти все каменные постройки уже будут превращаться во что-то кирпичное. Уже что-то ближе похожее на здание. Поэтому, если ты хочешь увидеть, что будет дальше, и не пропустить это, не забудь поставить лайк под видео и подписаться, если ты ещё не подписан. И тогда мы вновь увидимся в видео. Так что, до встречи! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok